Дела у нас в республике, все чудесатие и чудесатие. Центр противодействия экстремизму МВД Республики Башкортостан на минувшей неделе назначил проведение лингвистической экспертизы видеоролика сотрудника проекта БСТ «Дознание» Арслана Нигматьянова. Ну, он же тот самый Арслан Н. Внимание полиции привлекли высказывания Арсланчика о некой ублюдочной культуре, которая так противна господину Нигматьянову. Надеюсь, что экспертиза не будет поручена специалистам ФИЛФАК и БГУ, а то неровен час в Башкирии могут признать возможным и допустимым именовать чью-то культуру ублюдочной. Такой риск существует, но, надеюсь, этого не случится. Что же касается самого Арслана, то, как известно, этот носитель лика Путина на своем теле, в прошлом сотрудник одного из штабов, чье имя запрещено называть на всем пространстве православного мира, этот Арсланчик, похоже, ну, как говорится, пошел по рукам. Сначала его пользовал иноагент Мурзагулов, потом патронировал азат-солдат. Ну, а теперь он уже, видимо, по наследству достался Шамилю Валееву и Уралу Кельсинбаеву, но новые покровителя, судя по всему, не усмотрели. За слово «хотливым Арсланчиком» и, как говорится, случилось то, что случилось. Ну, каких только людей на БСТ не держат. Ну, или только таких и держат. Кстати говоря, стоит напомнить, что в 2021 году в отношении непоседа Арсланчика уже заводилось уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, вот после вот этого случая с распылением перцовки около памятника Салавата Юлаева. Но тогда, как-то тихо и незаметно, это уголовное дело было прекращено, причем через полгода и без всякой огласки. Ну, посмотрим, как сейчас будут работать сотрудники Центра противодействия экстремизму, насколько они непредвзято и честно отнесутся вот к этой всей ситуации. Посмотрим, можно ли чью-то культуру в Республике Башкортостан называть ублюдочной.